Дорогой дневник Мы увидимся в бассейне Нет, вернее в школе Пока Это просто ужас Теперь он будет считать меня глупой Но я не виновата Он такой замечательный, что я теряюсь каждый раз, когда говорю с ним Но правда, он такой умный Играет на фортепиано, занимается фехтованием Говорит по-китайски Он такой милашка Магнифико, супер, давай, покажи страсть в глазах Эдриан работает моделью у отца Габриэля Агреста Лучшего модного дизайнера Парижа и, наверное, мира Но он никогда не хвастается Ведь он совершенство Но у него есть один недостаток Он дружит с Хлоей за знайкой Но он дружит со всеми, так что это не считается Ну, почти Короче, надо сделать что-то особенное Чтобы доказать Эдриану, что я не полная неудачница Но как я заставлю его заметить меня и влюбиться? Может, написать ему стихотворение? Или письмо? Но со словами у меня обычная беда Мне больше удается создавать и творить Ну, конечно, придумала! У него скоро день рождения, так что я проверила расписание его дел на день Что? Я хочу знать, чем он занимается в течение дня Я сделаю ему потрясающий подарок Он удивится, увидит, что я классная девчонка и влюбится в меня по уши Жду не дождусь Надо браться за дело, ведь времени не так много Но пока, дневник, пожелай мне удачи Дорогой дневник, сегодня случилось нечто потрясающее Не могу не поделиться Мы с Алей были в парке рядом с домом И, о боже, я столкнулась с Эдрианом Солнце отражалось в его волосах Он был таким красивым, что я чуть не упала в обморок И я даже не поздоровалась Хорошо, что Аля была рядом и поддержала меня Мы с Алей лучшие подруги Здорово, что у меня есть такая подруга, как она Она всегда рядом Мы очень близки Можем поговорить обо всем Постоянно смеемся и что-то делаем вместе Например, мы любим ходить в кино, а потом обсуждать фильмы Это всегда интересно, ведь Аля часто видит то, чего не вижу я И в кино, и в жизни Она очень наблюдательная, ей интересно все А еще она любопытная, даже слишком Но именно поэтому она станет великим журналистом Она хочет посвятить этому будущее А еще она создала блог, посвященный Леди Баг Леди Баг, у нее есть даже специальный сигнал на телефоне Чтобы она могла сразу оказаться на месте, если что-то случится И записать все для блога Я в прямом эфире, зрители Леди Бага А когда она не пишет статьи, она собирает любую информацию о Леди Баг Она мечтает взять у нее интервью Мы его победили Но я опоздала в школу и пришла посреди теста у мисс Бюстье Ну все, Маринет, иди к директору Она дала мне записку на подпись родителям Очередную Иногда сложно быть и Маринет, и Леди Баг одновременно Конечно, мне нравится быть супергероиней и защищать Париж от бражника, спасая невинных жертв Но с другой стороны, мне всегда приходится придумывать оправдание своих опозданий Или отсутствие для родителей, учителей, а иногда даже для своей лучшей подруги Али Даже не могу сосчитать, сколько историй мне пришлось выдумать К тому же, при появлении очередного злодея, мне приходится исчезать и бороться с ним Когда я нахожу укромное местечко, я говорю Тики, давай! И раз! Я превращаюсь в Леди Баг У меня появляется суперкостюм из неуязвимой ткани и волшебная игрушка Я никому не могу показывать Тики мою квами Она всегда со мной Без Тики я не могу перевоплотиться Она дает мне силы Со своей игрушкой мне удается многое Нить очень длинная Я могу использовать ее для того, чтобы передвигаться Связывать противников И даже могу закрутить ее так быстро, что она создаст щит Моя задача – поймать Акуму злодея, чтобы остановить его Акума – это злобная черная бабочка, которая превращает людей в злодеев Но со своей волшебной игрушкой я могу получить предмет, который мне поможет Надо только сказать – супер шанс Супер шанс! Каждый раз появляется что-то странное Полотенце? Пластинка? И мне надо понять, как это использовать Ложка Потом я ловлю Акуму игрушкой Пора изгнать демона! И превращаю ее в безобидную бабочку Попался! Чудесная Леди Пак! Моя главная сила в том, что когда я побеждаю злодея, я подбрасываю игрушку в воздух, чтобы спасти Париж Так что скучать мне некогда Дела, школа, друзья, родители, Эдриан, суперзлодей Я всегда набегу Быть Леди Бак очень интересно Ой, родители вернулись Придется попросить их подписать замечание в дневнике об опоздании Что же я им скажу? А ладно, что-нибудь придумаю Я уже начинаю привыкать Пока, дорогой дневник Дорогой дневник Кошмар! Сегодня мы избежали катастрофу Мы с супер котом поймали злодея Но раз я уже использовала супер шанс, у меня оставалось мало времени Я почти перевоплотилась обратно Прямо на глазах у супер кота Я побежала в безопасное место, чтобы незаметно перевоплотиться в Маринет И проследила, чтобы супер кот не пошел за мной Конечно, он хотел бы узнать, кто я Он такой любопытный Но я ни за что ему не скажу Никто не должен знать О, супер кот Мы знаем друг друга недавно Но такое ощущение, что всю жизнь Я думала, что коты всегда приземляются на лапы Спасибо, конечно, Леди Бак Но я справлюсь Мы ведь вместе боремся против злодеев Но между нами ничего нет Он мой партнер Ну, точнее, товарищ по команде К тому же, не в моем вкусе Он зазнайка Похоже, я как раз вовремя У меня все было под контролем Но спасибо И вечно неудачно шутит Не смешно Эй, снежная королева Что это с тобой? Может, выберешь кого-то твоей температуры? Ну ладно, иногда все-таки смешно Признаюсь Но я терпеть не могу, когда он пытается похвастаться во время задания Не люблю таких парней Просто подыграй мне Конечно, я не даю ему спуску Но я рада, что он рядом Я бы не смогла бороться со злодеями без его помощи У него есть суперсила Котоклизм! Он разрушает все, к чему прикасается Это часто бывает полезным А вообще, мы с Супер Котом отличная команда Получилось! И, по-моему, он в меня влюблен Но я люблю Эдриана А Супер Коту очень далеко до Эдриана В нем много хорошего, например Он хорошо дерется Не помешает помощь! И я всегда могу рассчитывать на него Спасибо, что дождалась меня Ну ладно, может, я бы посмотрела на Супер Кота по-другому-нибудь Эдриана Стоп, что? Я серьезно? Что я говорю? Мир без Эдриана? Это ведь ужасно! Считайте, что я этого не говорила Ладно, стерли Это все на сегодня Пока, дорогой дневник В субботу у меня день рождения Родители разрешили позвать друзей Будет круто! Так, кого пригласить? Конечно, Аля Я точно не буду праздновать день рождения без лучшей подруги Я бы с радостью пригласила Эдриана Но... Я не знаю, смогу ли сделать это, не превратившись в помидор и не прикусив язык Ну ладно, если сама не смогу, Нина поможет Он отличный парень Так, Аля, Эдриан, Нину Уже трое Еще Роуз и Джулеку Они совсем не похожи, но обе классные Еще можно позвать Айвана Он немного хмурый, но всегда хорошо ко мне относится Так что да, приглашу и его И Милена будет рада По-моему, она в него влюбилась А еще есть Ким, наш диджей И Макс Ким всегда всех подстрекает, а Макс увлекается математикой Но они оба классные А еще приглашу Алекс Она увлекается спортом Никого не забыла Ах да Хлоя с Сабриной Нет, я что, спятила? Их я приглашать не буду Они мне вечно все портят Надеюсь, Хлоя не попросит своего отца, мэра Парижа Устроить ей день рождения в тот же день Это будет полный провал Ну ладно, вроде все Жду не дождусь Дорогой дневник, сегодня в школе мисс Бюстье попросила нас составить список наших любимых парижских достопримечательностей И я задумалась обо всем том, что мне нравится в городе На третьем месте я бы поставила Лувр Изначально он был крепостью А потом стал одним из величайших музеев мира Когда мы с суперкотом боремся с суперзлодеями в Лувре Мы заодно защищаем уникальные шедевры, которые там представлены Жаль только, что мы никогда не успеваем полюбоваться Моно Лизой На втором месте моих любимых достопримечательностей Площадь Тракадеро Мы часто встречаемся там со школьными друзьями А я хожу туда за вдохновением для новых творений А на Эспланаде открывается лучший вид на мою любимую достопримечательность Эйфелеву башню Эйфелева башня гордо возвышается на 324 метра И освещает город как маяк Сверху люди кажутся маленькими муравишками Недавно я узнала, что Эйфелеву башню построили к всемирной выставке 1889 года И чуть не демонтировали Представляете? Но она осталась Наверное, это мне и нравится больше всего Эйфелева башня непобедима Как и супергерои Каждый день я думаю, как мне повезло, что я живу в Париже А еще больше мне повезло, что я могу видеть его глазами Леди Баг Никто не видит его таким, как мы с суперкотом И даже на задании мы всегда останавливаемся, чтобы восхититься волшебным городом, в котором живем Мне не хватит и 10 пунктов, чтобы перечислить все любимые места Нотр-Дам, Елисейские поля Мне даже сразу захотелось прогуляться по городу Ладно, пока дневник Дорогой дневник Сегодня в школе мисс Бюстье спросила нас Кем мы хотим стать, когда вырастем? Многие мои друзья не знают, но я давно определилась Я хочу стать модным дизайнером, как Габриэль Агрест Мой пример для подражания Это отец Эдриана, а еще лучший дизайнер в мире Он создал бренд Габриэль Его одежду представляет Эдриан Он есть в каждой рекламной кампании В модных журналах, на баннерах, в городе Все серьезно Мне нравится творить, я обожаю изобретать, придумывать, шить Я уже делала шляпы, одежду, аксессуары Например, украшения А однажды даже очки для Джагида Стоуна Известные рок-звезды Чаще всего я ношу одежду, которую сшила сама Сумочку, с которой постоянно хожу, я тоже сделала сама Я люблю гулять по Парижу в поисках вдохновения Я могу часами смотреть на людей Ничто так не вдохновляет, как мой любимый город Как Леди Баг, я могу видеть вещи в другом свете И создавать что-то необычное Например, один раз меня вдохновил костюм злодея И я сделала уникальную шляпу Мисс Маринетт, очень креативное творение У вас определенно есть талант Спасибо, спасибо большое Мне очень повезло Надеюсь, однажды у меня будет свой бренд И людям понравится моя одежда А пока я стараюсь совершенствоваться Изучаю новые техники и делаю подарки для родных и друзей Кстати, скоро у Али день рождения Надо ей что-нибудь смастерить Наверное, сделаю красивый чехол для смартфона Осталось только купить все необходимое Но пока, днюник Всем привет, с вами Аля Я веду прямой репортаж о единственной и неповторимой Леди Баг Для тех, кто еще не знает, расскажу, что это лучший блог на свете Я создала Леди Благ, чтобы делиться своим видео и информацией о моей любимой супергероине Леди Баг Зачем? Потому что она крутая Как только появляется злодей, она умудряется остановить его и спасти Париж Причем без всякого труда Тайм-аут, злодейка А те из вас, кто уже знает Леди Блог Часто спрашивают, как я всегда умудряюсь быть там же, где и Леди Баг Легко! У меня на телефоне стоит оповещение Леди Баг и Супер Кот снова спасают Париж из лап злодея Вот это да! Поэтому я тут же спешу на место и снимаю все, чтобы вы ничего не пропустили Моя мечта узнать, кто же скрывается под маской Если бы я знала, кто она, я бы смогла предложить ей помощь Если честно, пока я ничего не узнала Я просмотрела все книги в библиотеке, но ничего не нашла про Леди Баг Я наверняка все испортила Поэтому я полагаюсь на свою супернаблюдательность И надеюсь, я все же узнаю, кто она Например, сначала я думала, что она ученая Которую жарила радиоактив божья коровка Пока она гуляла по научному городку Но с другой стороны, перевоплощаться ей явно помогают сережки Значит, моя версия не подходит В общем, как видите, я ищу, исследую, наблюдаю и делюсь всем с вами в Леди Блоге Я буду и дальше снимать сюжеты о нашей любимой супергероине И о всех ее приключениях Рано или поздно я узнаю, кто такая Леди Баг А пока, если у вас есть версии или идеи, присылайте их мне Но мне надо бежать Увидимся, фанаты Оставайтесь на связи А я буду держать вас в курсе событий Пока! Привет, ребята! Я Эдриан В повседневной жизни я обычный парень Ну, или почти Ведь мой отец, Габриэль Агрест, великий всемирно известный модный дизайнер Иногда я работаю у него моделью и выступаю в рекламных компаниях Не скажу, что мне это не нравится, но карьеру из этого я бы делать не стал Я вообще занимаюсь этим только чтобы угодить отцу После исчезновения мамы он очень изменился Поэтому я пытаюсь его поддержать Обычно обо мне заботится его помощница Натали Твое расписание, Эдриан Спасибо, Натали Она и горилла Я называю его так, потому что он огромный и всегда молчит Он возит меня по всем делам У меня постоянно фотосессии, уроки фехтования, китайского или игры на портепиано Так что времени почти не остается Мне некогда наслаждаться своей огромной спальней или пригласить друзей Поэтому я рад, что хожу в школу и общаюсь с ребятами Особенно с Ниной, с которым я всем могу поделиться Ну ладно, или почти всем Я не могу ему сказать, что иногда Я становлюсь супер-котом и защищаю Париж от злодеев Это перевернуло мне жизнь Ведь раньше отец боялся выпускать меня из дома Моего к вами зовут Плак Он постоянно думает о еде, о своем вонючем командире Как я устал Мое бедное тело Даже пошевелиться не могу Он жутко ленивый, но благодаря ему я превращаюсь в супергероя Плак когти Ему просто нужно вселиться в мой талисман Кольцо, которое я всегда ношу И бам! Я перевоплощаюсь А еще он дает мне мою супер-силу Катаклизм! С ее помощью я могу разрушить все, к чему прикоснусь Но ошибаться нельзя Ведь у меня есть всего пять минут после катаклизма Пока я не перевоплощусь обратно Потом, Леди Баг, всего лишь нужно поймать Акуму Больше ты не будешь творить зло Акума И все! Наш день спасен! Быть супер-котом очень здорово! Я наконец-то могу делать все, что захочу Я могу быть собой Ну все, нам уже пора закругляться К тому же мы с Леди Баг спасаем Париж Короче, это совсем другая жизнь Не то что дома Когда я супер-кот, я наслаждаюсь О! Ну вот, похоже мне пора на урок китайского Наверное, горилла уже ждет Я пошел И кто знает Возможно, сегодня я снова спасу Париж До скорого! Дорогая Леди Баг Или может Букашечка? Правда Букашечка? Хватит дурачиться и называть меня Букашечкой Дело серьезное Нет, нет, не то Она не любит, когда я ее так называю Может не Леди? Так вот, твои волосы чернее ночи Хм Твои глаза голубые, как летнее небо Нет, нет Хм Как же это сказать? Может так? Не могу дождаться, когда снова окажусь рядом с тобой Пока мы боремся со злодеями О нет! Она скажет, что я тупица Она такая умная Надо тоже написать что-то умное Но не шутить, она этого не любит Мы должны достать Акуму-разрушительницы времени От этого зависит твоя жизнь Которая из них? У меня их девять Я серьезно! А странно, ведь я всегда шучу очень уместно Мне даже самому смешно Ладно, надо рассказать ей о своих чувствах максимально просто Миледи Как бы я хотел узнать, кто скрывается за маской? Если скажу Анну, перестанет быть тайной И самому признаться, кто я такой Кто знает? Может мы уже знаем друг друга Сами того не подозревая Может ты видела мои фотографии на постерах в Париже? Что я говорю? Так же нельзя Никто не должен знать, кто я на самом деле Даже моя любимая Вы миледи Наверное, лучше вообще ничего ей не говорить По крайней мере, пока Но я что-нибудь придумаю И однажды скажу ей правду Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!